Продолжаем работать в прямом эфире. Прямо сейчас поговорим о том, как работала сегодня Верховная Рада Украины и что им не удалось сделать. А почему не удалось? Потому что важный момент сегодня обговаривался. Парламент не одобрил новый состав Центральной избирательной комиссии. Почему и что становится причиной откладывать этот вопрос? Будем говорить прямо сейчас. Поговорим с Ярославом Католиком, политологом. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и напоминаю, что у нас работает голосование. Сегодня оно звучит так. Повышение тарифа на воду в Одессе – это и три варианта ответа. Предсказуемо абсолютно необоснованно или может быть еще хуже. Оставляйте ваш вариант. Очень скоро подведем итог. Смотрим небольшой вводный материал на эту тему и вернемся в студию. Обсудим. Верховная Рада отказалась обновлять состав Центральной избирательной комиссии. Рассмотрение данного вопроса по инициативе спикера отложен решением парламентского большинства. В связи с этим фракция БПП в Верховной Раде прекращает свою работу до момента, пока нардепы не проголосуют по этому вопросу. Об этом в кулуарах Рады заявила представитель президента Верховной Ради Ирина Луценко. Два из народных депутатов Сбогачев фракции говорят про одно. А. Они боятся полишать сцены Верховной Ради. Они боятся наступных червовых выборов, как президента, так и Верховной Ради Украины. По-третьему, они своим решением полишают, не надают право гражданам Украины на чистые, прозорые выборы с обновленным складом Центральной избирательной комиссии. Напомню, 5 июля народные депутаты должны были проголосовать по вопросу обновления состава Центра избиркома. Президент внес 14 кандидатур еще в январе. И к настоящему моменту фракции должны были определиться с выбором. Тем более, что у 12 из 15 членов нынешнего состава ЦИК 7-летний срок действия полномочий истек еще в 2014 году. Итак, давайте, Ярослав, говорить о том, насколько необходимо это сейчас делать. Или еще время ждет. Можно, собственно, и отложить вопрос. Ну, наверное, можно отложить, учитывая, что подавляющее большинство членов ЦИКа закончились полномочия еще в 2014 году. То есть говорить о какой-либо легитимности этого органа сейчас вообще не приходится. Только два членов комиссии сейчас имеют полный, скажем так, пакет возможностей и работают абсолютно легитимно. К ним вопросов нет. Большинство этого органа абсолютно недееспособны, поскольку полномочия давно закончились. И, соответственно, этот орган, он не может работать легитимно. Мы присоединяем к нашему разговору народного депутата Украины Александр Спиваковский на телефонной связи. Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну вот, целую неделю обсуждали мы этот вопрос, что сегодня будут рассматривать в Верховной Раде смену состава ЦИК. Понимали, что, скорее всего, проголосуют, однако не проголосовали. Пожалуйста, ваше мнение и как голосовали вы? Ну вот, смотрите, еще три года назад бывший посол Европейского Союза Тампинский возмущался тем, что до сих пор там президент не вносит предложения по избирательной комиссии и, соответственно, парламент не голосует. Президент Украины уже второй раз, исполняя свой конституционный долг, внес поданя на соответствующее количество людей, которые могли бы претендовать на вхождение в новый состав ЦИК. К большому сожалению, сегодня я голосовал за. К большому сожалению, мы не получили сегодня желание 226 народных депутатов о том, чтобы голосовать этот вопрос. ВПП голосовало в полном составе за то, чтобы сегодня обновить ЦИК, потому что, вы знаете, ну, это позиция абсолютно уже анормальна, когда там три-четыре года фактически ЦИК працюет за рамками закону, поэтому президент законал свою функцию и он сегодня внеся. На жаль, на жаль, скажем так, политические амбиции не позволили сегодня решить это вопрос. Вот и все. Тому и блок Петра Порошенко сегодня, понимая свою ответственность, сказал, Шановні коллеги, давайте вносим це питання, ми просто зобов'язані це зробити, і далі давайте голосувати. Кого проголосуємо 226, от війди, кого не проголошують, то і не війди. Навколо цього роздулись такі спекуляції, все кто-то хочет захопити владу і так далее. Ну, на мій погляд, це просто смішно, є парламентская процедура. Президент в місс, давайте голосувати. Якщо ви маєте 240 голосів, як сьогодні показали, після 16 годин, то будь ласка, не голосуйте тих, кого не хочете голосувати. Але для того, щоб робити такі політичні речі, ну, я вважаю, це просто некрасиво. Ну, кроме того, що говорят, що сьогодні БПП фактически ушли в оппозицію, ну, это так, тоже мнение. Ну, зачем, ну, зачем вокруг этого нагнітати? Послушайте, БПП сьогодні собрались на фракції, абсолютно спокойно. Ми обсудили цю ситуацію і сказали, що БПП, займав конституційну позицію, считає невозможним дальше що-либо другое голосувати, пока ми не проголосуємо членів Центральної избирательні комісії. Вот і все. Ну, послушайте, давайте з цього не робити трагедії. Ну, і о Расколі, конечно же, в правящій коаліції теж говорять, ну, і фактически ставлять под сомнення, в принципі, їе существо. Слушайте, ведуться політичні консультції, ведуться, ведуться соответствующі консультції относительно всей этой ситуации. Я не думаю, що це нормально, то, що сьогодні було продемонстрировано. Тим більше, що я, наскільки знаю, всі члены ЦВК, які сьогодні подавалися, вони не з неба подавалися, вони подавалися согласовано з Народним фронтом, з іншими фракциями і так далі. Вот і все. Поэтому я честно скажу, що вот этот аргумент, що на 13 місць 14 чоловік було подано президентам, що це ненормально. Чому ненормально? Покажіть норму конституції, яка президенту запрещає вносити більше кандидатур, чем находится ЦВК. Якщо ви мені цю норму покажете, я скажу, що президент не прав. Але президент є чітко согласно конституції. І ще один момент, прокомментируйте, будь ласка, є така версія, що ні БПП, ні Народному фронту не вигоден новий состав ЦИК, тому що, як минимум, для Народного фронту це угроза досрочних выборів, ну і вони вилетають, очевидно, по рейтингу. Понял, комментирую. Ну, це миф, це манипуляція. Слушайте, я ж как бы нахожусь внутри, в том числе в совете своей фрактики, зато я могу сказать, абсолютно никак новый состав ЦИК никак не влияет на то, будут досрочные выборы, перевыборы и так далее. Абсолютно одно с другим, события никак не свернули. Это я вам абсолютно точно говорю, и БПП как раз не собиралась спекулировать этими вопросами. Почему в новом составе ЦИК нету представителей оппозиционного блока? Есть фракция, а нет представителей ЦИК? Это ненормально. Для меня, ну послушайте, я ж не формирую списки и состав. Для меня здесь есть вопрос. Я считаю, что мы должны выполнять соответствующее подписание Европейского Союза и так далее. Представитель оппозиционного блока, который насчитывает 47 человек, должен иметь своего представителя в ЦИК. Ну, это моя позиция. А вот это моя личная позиция. Все остальное я не хочу комментировать, поскольку я не есть субъектом бодоня и так далее. А дальше каждый бы вызначался уже под куполом, под час голосования, за кого он проголосовал. А вы, ты, что не имеешь ни одного профессионального блока, ну, на мой взгляд, это неправильно. Спасибо вам большое. Да, Александр Спиваковский, народный депутат Украины, был у нас на телефонной связи. Ярослав, пожалуйста, ваше мнение по поводу возможного раскола вот в этот период коалиции в связи с этим вопросом. Может быть такое или это, опять же, манипуляции политические? Если позвольте, я все-таки вернусь чуть-чуть назад. Я не знаю, как вы поняли, телезрители, мой сарказм насчет того, что это неважный вопрос. На самом деле, это безумно важный вопрос. Он на чаше весов, наверное, такой же важный, как и кодификация избирательного права и принятие, наконец-то, избирательного кодекса, единого документа, который будет регламентировать все процессы, которые происходят в нашей стране, и выборы, и, возможно, даже референдум. Что касается того, что мы сегодня наблюдали, то на самом деле это закономерный результат интриг, который действительно происходит в зале. И на самом деле это ситуация, при которой стандартно, знаете, виноваты все. Я абсолютно считаю, что в данном случае депутаты от блока Петра Порошенко, они действовали согласованно с президентом, и это тоже... То есть мы видим ситуацию, при которой в парламентском зале запускается очень много разных сценариев и очень много разных практических ходов. Например, вот уважаемый народный депутат упомянул о том, что президент выполнил наконец-то, наконец-то, спустя кучу лет, свои обязанности и подал представление на новых членов ЦИКа. Но были вопросы к этому документу, почему там не было изначально Батьевщины и изначально ее профессионального блока. В конце концов, там не получилось. Но, тем не менее, я думаю, что сегодняшняя акция депутатов от БПП это не столько попытка защитить законность и Конституцию, допростят меня оптимисты, я все-таки чуть больше скептик в этом вопросе, а сколько попытка добиться политическим шантажом каких-то более выгодных для себя условий, в том числе по кандидатам, которые в этом списке. Поскольку получается, что они снимают таким образом ответственность президента, ну, как бы перекладывают ее на всю Верховную Раду. В Верховную Раду — это много народных депутатов. Понятно, что там, где есть коллективный орган, там коллективная безответственность. Никому особо претензий не можно как-то предъявить. И получается ситуация, при которой, ну, Верховная Рада же сама не виновата, что она не проголосовала. А суть в том, что, я думаю, просто не было, то есть политики не договорились, не было какого-то консенсуса по кандидатурам. И вот таким образом попытались просто разыграть тактический ход, что внесено, а Рада не голосует. Хотя, если бы заранее просто взяли и все согласовали, я думаю, что такие вопросы бы не стали. А вы говорите о том, что нет кандидатов от Баткевшины, но нет и кандидатов от оппозиционного блока. Баткевшины уже появились. Единственное, что там, правильно тоже народный депутат отметил, что у нас сейчас вакантно 13 мест. В Центральной избирательной комиссии нужно 13 человек. Президент изначально готовил список 13 человек. После появившейся шумихи о том, что там нет Баткевшины, президент сделал хитро. Вместо того, чтобы уменьшать чью-то квоту, например, свою, а у него там подавляющее большинство кандидатур от БПП, вместо этого он подает 14 человек. То есть на одного больше, нежели надо. И становится вопрос, а как же определить, кто не войдет? И тогда сделали интересный ход. А давайте им голосование. Рейтинг его голосования. Вот за кого проголосовали большинство, те войдут. А тот единственный, который будет пасти за них, который получит меньше всего голосов, он не войдет в состав. То есть, соответственно, помимо того, что, как бы, да, можно сказать, чтобы они попытались решить проблему таким оригинальным способом, реально мы видим, что создали определенное поле для политических манипуляций, торгов и договорников. Потому что тут все будет зависеть от того, кто с кем договорится. То есть встает вопрос, кто кого кинет. И, соответственно, как бы никто не хочет проиграть. И поэтому начинаются переговоры с одними, другими, поддержите нашего, мы поддержим вашего, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, как мы видим, такая практика, она оказалась губительной для этого вопроса, если кто хотел увидеть результат. И все погрязло в таких вот скандалах, блокированиях работы и так далее. По поводу все-таки досрочных выборов, есть ли такая вероятность, если бы состав утвердили? Нет, я согласен тоже в этом вопросе с народным депутатом о том, что эти вопросы напрямую не связаны. И, по большому счету, ЦВК только константирует выборы, когда уже принято, то есть если были основания, и президент принял решение о распуске Верховной Рады. Только в этом случае ЦВК, как исполнитель, начинает работать. Но реально, фактически, они не принимают сами решения. Назначают для срочной выборы, не назначают. То есть их роль тут вообще минимальна. Вопрос в другом, что, по большому счету, старый состав ЦИКа, он выгоден тем людям, которые пытаются манипулировать или, скажем так, не совсем тщательно придерживаться буквы закона. Но кто эти люди? Старый состав ЦИК выгоден людям? Ну, скажем так, что те политические силы, которые в прошлом созыве имели большинство, вот эти люди, они контролируют, по большому счету, ЦИК. Мы же понимаем, что члены ЦИКа, к сожалению, я думаю, до сих пор это все продолжается, живут не только с официальной зарплатой, которая там не такая уже большая, а, как мы видим, события с черной книгой бухгалтерии партии регионов, очень часто получают черным налом дополнительные деньги. И, соответственно, те люди, которые платят им эти деньги, ожидают от них, скажем так, чуткости, гибкости и выполнения определенных пожеланий. И мы это, во время даже местных выборов, мы видим, как некоторые члены ЦИКа, они вовлекаются в такие ситуации, то ли письма от своего имени, что ли пытаются поднять на заседание всего органа какие-то вопросы. Ну, то есть, у нас, к сожалению, это все продолжает работать. И даже те члены ЦИК, которые есть сейчас, они, зная, что они имеют определенное финансирование, неплохое, они не готовы терять это место. Поэтому они понимают, что если они провинятся, их выгонят. Поэтому они зависимы. И эта зависимость очень выгодна многим политическим людям. Так вы сейчас говорите о том, что определенное противостояние или упорство со стороны старого состава члена избирательной комиссии сейчас присутствует. Они тоже не хотят оставлять свои места? Они, конечно же, не хотят оставлять свои места, но они в данном случае получаются в роли заложников. Потому что они не хотят терять то финансирование, которое у них есть, но они фактически ничего не могут сделать. Кроме того, что сами сложить свои полномочия, сказать, мы уходим. То есть, и они просто боятся, что если они что-то сейчас делают вообще не так, их выгонят. То есть, конкретно по этой одной кандидатуре поднимут вопрос и проголосуют за то, чтобы наконец-то по этому человеку лишить полномочий. Поэтому они все выполняют, прямо или не прямо, хотят или не хотят, они выполняют волю тех, кто их финансирует. Несмотря на то, что у большинства из них срок их обязанности уже давно закончился. В 2014 году. Что вы скажете по поводу необходимости смены? Вот насколько необходима смена состава ЦИК именно сейчас? Безусловно, необходима, потому что для кого-то может показаться, что это не важно. Какой-то вопрос ЦИК. Тут сейчас люди понимают вопросы, что газ будет повышаться, что с медициной надо заключать договора с врачами. Вот что важно. Нет, на самом деле ЦИК в этом же ряду очень важных вещей стоит, потому что без профессионального органа, который занимается контролем и организацией всего избирательного процесса, без органа, которому будет доверие со стороны общества и тех же политических сил, мы рискуем просто сорвать выборы, которые будут проходить президентские или парламентские. Потому что что удержит политические силы, которые будут проигрывать от обвинений, возможно, даже голословных обвинений в том, что это сделано по заказу власти, которые контролируют ЦИК, полномочия, подавляющего большинства которых закончена 4 года назад. Что остановит? И, соответственно, будут иски и обращения в МВФ, к нашим европейским партнерам, что вот посмотрите, какой ужас. То есть если мы сейчас не наводим порядок с ЦИКом, то у нас легитимность проведения выборов и бесспорность их результатов под большим вопросом. Мы можем получить огромные конфликты, долгоиграющие даже конфликты, острые конфликты, особенно с учетом того, как у нас в последнее время проходят выборы. Если мне не снять память, когда главой ЦИК был небезызвестный Сергей Кивалов, и мы помним тот скандал, который был даже с серверами ЦИК на тот момент, когда данные были одни, а система почему-то считала по-другому. Потом эта ситуация проявлялась и в 2012 году на округе номер 140, это в Беляевке, там, где баллотировалось оживание, где просто технические сотрудники комиссии, якобы сами, как бы по другим, скажем так, образом следствия не установлено, вроде бы сами подавали в ЦВК ложные данные. То есть на бумажных протоколах мы видим одни цифры, а в ЦИК забегают совершенно другие. И в данном случае именно ЦИК становится тем арбитром, который проверяет, и который имеет право сравнить бумажные версии с цифровыми, ну и вообще как бы решать те вопросы, которые складываются, те проблемы, которые получаются на округах, разруливать ситуацию, как-то выводить ее в законное русло. Что касается членов ЦИК, сколько времени им нужно на адаптацию? Потому что есть такая версия, что им тоже нужен, ну минимум, год. Если честно, я не думаю, что им сейчас нужно какое-то время. Если бы мы начинаем говорить с тех пор, когда поднялся этот вопрос, или даже когда президент впервые дал представление на новых членов ЦИКа, я думаю, с тех пор эти люди уже начали так или иначе знакомиться с спецификой деятельности, общаться с действующими членами ЦИК, понимать, ну изучать, какие проблемы там есть. Поэтому в самом худшем варианте, ну три месяца им будет достаточно, я уверен, потому что бегло анализ тех кандидатур, которые уже есть в списке, и мое личное знакомство с некоторыми из них позволяет мне говорить о том, что это достаточно профессиональные люди, и это люди, которые уже ранее были связаны с выборами, они разбираются в этой сфере. Это не то, что какие-то совершенно посторонние люди, они разбираются в этой сфере. Единственное, что им нужно будет понять, какая ситуация сшилась в ЦИКе, где наиболее проблемные места и куда кидать первоочередные силы. Это да, ну я думаю, это максимум три месяца. Не в этом проблема. Что по поводу конкурсов на должность глав ЦИК? Ну, по большому счету, они как бы сами будут выбирать и главу себе. Но это, знаешь, в таком случае это закрытый процесс? Конечно, закрытый. Мы же понимаем, что те люди, которые попадают туда по квотам, они опять-таки в какой-то мере будут выполнять волю тех субъектов представления, которые туда подали. И это будет проявляться в первую очередь именно в выборе главы ЦИКа. Потому что если до этого были договоренности различные по поводу того, кто станет кандидатом от этой политической фракции, и проголосуют за нее народные депутаты или нет. Соответственно, я уверен на 100%, что точно так же вторым вопросом, вторым пунктом идет о том, а кого вы поддержите на главу. Поэтому это все вопрос, думаю, решенный. Илья Акиева, глава Социалистической партии Украины у нас на телефонной связи. Илья, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, не услышали мы от Верховной Рады сегодня одобрение по поводу смены состава ЦИК. Как вам кажется, почему и насколько это необходимо сейчас? Знаете, я сегодня уже, честно говоря, комментировал и фиксировал свою позицию. На сегодняшний день Порошенко будет предпринимать все усилия и ресурсы для того, чтобы сохранить власть, а значит и пройти на второй срок. Потому что в противном случае Порошенко грозит тюрьма, поверьте мне. Ведь его циничного барыгу никто не оставит безнавязанным за все преступления, которые он сделал. Илья, прошу вас комментировать, давайте попробуем комментировать без оскорблений. Вы же спрашиваете. Да, но я спрашиваю вас не по Порошенко, и не чтобы его... Ну, вот смотрите, если у нас так будет строиться... Нет, я прошу вас отвечать так, как вы считаете нужным, только давайте не опускаться до оскорблений. Договорились. Вы знаете как, я вам хочу сказать, это то, что я говорю, это, наверное, самая легкая форма того, что происходит в нашей стране и сегодня с нашим руководством. Поэтому, давайте так, ЦИК на сегодняшний день и тот состав, который есть, он очень удобен Порошенко для того, чтобы можно было манипулировать результатами в свою пользу. Это моя позиция как гражданина Украины, как лидера соцпартии. Поэтому в данном случае будут приниматься те законы... Илья? Не слышно уже. Илью Киво был на телефонной связи, не успели договорить, но часть мысли поняли. Давайте резюмировать, Ярослав. Сколько времени еще есть для того, чтобы договориться о смене состава? И когда, на ваш взгляд, он будет принят? Смотрите, по поводу времени, которое есть. По-хорошему, если мы не хотим нарушать европейских правил, традиций и вообще жестов доброй воли, скажем так, мы должны закончить вопрос формирования нового органа ЦИКа где-то не позже, чем за год до проведения очередных выборов. Я имею в виду парламентских. В идеале у нас парламентские будут осенью, значит, до осени должны закончить. С весной будут президентские выборы, мы уже в этот год не попали. Да, даем возможность закончить Илье Киви. Да, Илья, вы с нами? Слушайте, спасибо вам большое, потому что я уже начал сомневаться в объективности вашего телеканала. Илья, ну... Ну да, ну слушайте, я вам хочу сказать, сегодня же идет давление и на независимые СМИ, и любая критика в адрес президента, она карается отбираниями лицензий. Поэтому я подумал о том, что вы побоялись и просто-напросто отключили. Поэтому вам спасибо, вас мы будем защищать, и вы не бойтесь говорить и давать говорить людям правду. Поэтому, поверьте мне, сегодня, еще раз вам повторю, рассчитывать на то, что будет изменен состав ЦВК, или же в этот состав войдут незаангажированные люди с чистоплотной позицией, которые не зависят сегодня от политики, этого не будет никогда. Да, власть предпримет все... Никогда не будет? Или в ближайшее время? Да, ну я думаю, что вы знаете как, до президентских выборов, я думаю, что позиция сегодняшней власти, она не изменится. Почему? Потому что президент потерял все рычаги, которые бы могли его оставить у власти. Народ его ненавидит, на сегодняшний день доверия к нему нету. Живем мы в нищете и в войне, и единственный инструмент это манипуляция, подлог, запугивание, и в принципе, вот все то, что будет использоваться на этих президентских выборах. Поэтому не бойтесь говорить правду, народ за это вас поддержит и всегда защитит. Вы слышите меня? Да, мы вас слышим. Спасибо, Илья. Спасибо за всегда харизматичный ответ на любой вопрос. Илья Акива, глава соцпартии Украины, был на телефонной связи. Заканчивается время у нас, мы продолжим эту тему. Вас благодарим, Ярослав, что вы присоединились к работе нашей студии. Ярослав, католик-политолог, был у нас. Прерываемся на небольшую паузу и возвращаемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова